Доброе утро! Все вам желаю благословений сегодня в это последнее утро в 2023 году. Вы знаете, я сразу начну с чтения, хочу как вступление с вами немножко размыслить. Давайте откроем 2 Тимофея, 3 глава. Сразу так сходу. 2 Тимофея, 3 глава. 2 Тимофея, 4 глава. 2 Тимофея, 4 глава. 3 глава. 3 глава. 3 глава. 3 глава. 4 глава. 4 глава. 4 глава. 4 глава. 5 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 глава. 6 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 глава. 7 глава. 7 глава. 7 глава. 7 глава. Престолюбивые, смиренные, люди, которые кроткие, люди, которые добрые, послушные своим родителям, люди, которые благодарные, люди, которые чистые, люди, которые дружелюбные. Это характеристика слабаков, людей, которые в этой жизни ничего не понимают. Это, скорее всего, характеристика более странного человека, чем нормального человека в этом обществе. А Бог говорит, я хочу, чтобы вы такими были И Бог говорит, что в последнее время Вот такие характеристики станут нормой Станут тем, на что будут равняться Но люди не будут равняться на то, чтобы быть дружелюбным Люди не будут равняться на то, чтобы быть покорным родителям Смиренным, любвеобильным, некоростолюбимыми, благодарными Но дело в том, что когда мы смотрим на первую группу людей Чаще всего такие люди несчастны В конце концов они несчастны А если мы смотрим на вторую группу людей Там, где есть добро, там, где есть любовь в сердце Эти люди как раз и из своего сердца выносят добро Потому что там есть счастье И Господь нам дает вот эту вот возможность быть счастливыми Чтобы выносить из своего сердца хорошее А там, где плохо, там и выносим из своего сердца плохое Немножко сегодня будет цифр Немножко Я посмотрел за 2023 год Уровень удовлетворенности жизни в Германии Взята эта статистика в июле месяце 2023 года Последняя И здесь идет сравнение, как люди ощущают удовлетворение в жизни Начиная с 19-го года Было 34% Более-менее людей А, 34% очень удовлетворенных И это все было до 2022 года С 19-го до 2022, вы помните, это корона Но люди все равно удовлетворены в жизни были в Германии Когда началась война в Украине Когда совершенно нестабильно стало во всей Европе Уровень удовлетворенности в жизни упал на целых 10% И сейчас до сих пор Что такое 10%? 8 миллионов немцев утратили счастье в жизни 8 миллионов человек в Германии За этот период нет войны Ничего не произошло Бомбежек здесь нету Они утратили ощущение счастья Потому что изнутри что-то не так И они ощущают, что в жизни нету счастья С другой стороны Удивительные вещи произошли за это время в Украине В Украине вы за это время Сейчас я вам скажу В корону Было всего лишь 18% удовлетворенных жизнью людей Сейчас 44% удовлетворенных жизнью людей Удивительно Нету безопасности никакой Бомбежки Но люди начали сравнивать А что я имел? А что я сейчас имею? В Германии, там где сильная экономика Сильная социальная сфера Люди все равно ощущают Независимо как они живут Все равно не ощущают удовлетворенности Не ощущают счастья В Украине, там где люди потеряли очень многое Стабильность Нормальную более-менее работу Они видят, что они потеряли И знают теперь, что они имеют 15% украинцев уехали за эти два года За рубеж Это приблизительно Сколько это у нас? 6 миллионов 6 миллионов уехали по разным странам Вернуться собираются 80% этих людей Только остаться собираются 1,2 миллиона за рубежом Самое интересное, что большинство людей Которые приехали сюда Приехали в другие страны Они говорят Я хочу вернуться Потому что там лучше Вся бюрократическая машина Германии Все эти законы Язык новый Настолько мне тяжело Я теперь понимаю Как мне хорошо там жилось И люди, видя Хотят вернуться Невзирая Возвращаются У нас много знакомых Которые вернулись Невзирая ни на что Они хотят возвращаться Даже под бомбы Даже под ракеты 29 числа 130 ракет было Самое большое количество Не, не 130 Я могу ошибаться Короче, там все летело И люди все равно возвращаются Потому что они знают Я что-то имел И я могу теперь сравнить Я хочу того Для меня Эта статистика была удивительна Потому что Мы Не всегда ценим И видим Что мы имеем Мы куда-то несемся постоянно Постоянно несемся Чтобы что-то сделать И не замечаем Как прошел целый год 25 лет, да? 25 лет Там И мы не замечаем Всей жизни Которая проходит Мы не видим Как Господь в нашей жизни действует И сегодня Дима читал Ищите Бога И чтобы вы видели Не только Его чудеса Но и суды Как Он судит вас Как Он делает В вашей жизни чудеса И как Он вас судит Это самое удивительное Об этом я хотел бы С вами сегодня поговорить Научиться Говорить спасибо Богу Вот это важно Чтоб мы смогли Оглянуться И научиться Говорить Богу спасибо Давайте прочитаем Об этом Урывок Из Луки 17 глава Там по-моему В четверг Мы Домашнее задание было Луки 17 глава Дима Я выполняю домашнее задание Только не все Откройте пожалуйста 17 глава С 11 по 19 стих Это история О 10 прокаженных Опять будут цифры Читаем Идя в Иерусалим Он проходил Между Самарией И Галилеей И когда входил Он в одно селение Встретили его 10 человек Прокаженных Которые Оставались Вдали И громким голосом Говорили Иисус Наставник Помилуй нас Увидев их Он сказал им Пойдите Покажитесь Священникам И когда они шли Очистились Один же из них Видя что исцелен Возвратился Громким голосом Прославляя Бога И пал ниц К ногам его Благодаря его И это был Самарианин Тогда Иисус сказал Не 10 ли очистились Где же 9 Как они не возвратились Воздать славу Богу Кроме иноплеменника И сказал ему Встань Иди Вера твоя Спасла тебя Идя в Иерусалим Он шел В Иерусалим Проходил Самарию И идет дальше В Галилею И дальше Иудея Будет Иерусалим И когда он входил В одно село Встретили его 10 человек Прокаженных Давайте подумаем Немножко об этих людях Что означало Что он проходил Доходил до села Эти люди Не имеют права Войти в село Они Нечисты Они прокаженные Они имеют круг общения Только Каждый из них Друг друга могут знать С друг другом общаются И может быть Ихняя семья Иногда выносит Что-то кушать На расстоянии Они где-то живут Может в каком-то хлеву Где-то живут Но нормальной жизни У этих людей нет Это сейчас Для прокаженных Где-то там есть Лепрозории Да по-моему Это называется О них печутся Красный крест Доктора Тогда такого не было Эти люди Люди сами по себе Вот как вы видите На улице На Кайзерпляц Людей Без дома Вот что-то такое Это люди Которые нуждаются В помощи Но ее Ни от кого не получат У них кушать Только надеются На милость У них Обогрев Только надеются На милость И круг общения Это они сами Которые постоянно Только и говорят Мы больные Это постоянное несчастье Разные совершенно люди Иудеи Самаряне Уже разницы между ними нет Есть одна их разница Они не чисты для всех Все их просто избегают Вот они идут по улице По дороге Они должны где-то вдалеке встать И подождать пока все пройдут Они не могут идти вместе с ними Они должны ждать По-моему там еще какие-то звеняшки У них какие-то были Чтобы их Наперед было слышно Еще кричать должны были Что не чисты То есть Представьте Поставьте себя В положение этих людей Насколько тяжело Этим людям было Другого у них нету Вообще другого нету в жизни И это навсегда Есть одно Они не чисты Для всех Следующий стих 12 И когда они входили в одно В селение Встретили их 10 человек Прокаженных Которые встали вдали И громким голосом говорили Иисус наставник Помилуй нас Они услышали Это только начало Иисуса служения Не, не начало Не начало Извините Это уже конец Они слышали о Иисусе Слышали о Иисусе Знают, что это какой-то чудотворец Знают, какой-то наставник И они кричат ему Помилуй нас Может здесь нам будет Может здесь у нас Изменится наша жизнь Они услышали И у них появилась надежда Дальше с вами читаем 14 стих Увидев их Он сказал им Пойдите, покажите священникам И когда они шли Очистились То есть Бог не делает ничего Вы помните Есть моменты Что Иисус смешал грязь Помните, что он прямо помолился Помните, что он кому-то пошел домой Здесь ничего Просто идите И когда они идут Они еще прокаженные Для того, чтобы пойти Им нужно что сделать? Поверить Поверить Поверить, что я пойду И сделается по слову этого наставника Которого я никогда в жизни не видел Я не мог ходить с народом И видеть все его чудеса Я только слышал о нем И вот они ступают И идут И в этот момент Когда они отошли Они очистились Что нужно было сделать? Нужно было прийти в храм Мы помним Иисус шел Между Самарией Галилея Иудея Еще нужно было дойти До храма До Иерусалима И там Показаться священнику Священник не лечил Совершенно не лечил Нужно было просто прийти к нему Показаться Он осматривал полностью все тело Он вообще выходил Он должен был выйти из заселения Это в Левит написано И осмотреть тело И тогда сказать Да, он чистый Вот такой как бы был у них закон И поэтому Иисус им говорит Идите, покажитесь Чтобы подтвердилась ваша чистота То есть Человек мог вернуться после этого Что, куда он мог вернуться? В семью свою Он мог восстановить свою жизнь Он мог вернуться к своей обычной Нормальной жизни Вот это Вот это действие священника Возвращало его полностью В нормальную жизнь И это было самое важное для человека После стольких лет Одиночества После столько лет несчастья Он будет спешить Показаться Чтобы возобновить свой статус Нормального человека Возобновить статус Чистого И вот один человек 15 стих Видя, что он исцелен Он самарянин Иисус идет В Иерусалим Они обогнали Пошли тоже в Иерусалим Самаря Самаря там Он возвращается 15 стих Видя, что исцелен Возвратился И всю дорогу Громким голосом Прославляет Бога И полниц к ногам Его Благодаря Его И это был самарянин Удивительно, что этот человек Не спешит теперь домой Не спешит показаться Священнику Он понимает В моей жизни Произошло чудо И для меня Всегда было удивительно Какие мотивы У этих людей были Почему Те 9 человек Не вернулись с ним Вот представьте Они идут И все в раз очистились Если бы кто-то из них Не очистился Он бы пришел бы к Иисусу И сказал Что-то не сработало со мной Все очистились И они очистились Из этого я делаю вывод Что все очистились Они идут Господь очистил всех И теперь у каждого из них Выбор Куда идти Самарянину Не нужно В принципе Идти к священнику Потому что он самарянин Он не сильно Они поклоняются По-своему у себя В Самарии Поэтому и он возвращается Но он идет И прославляет Бога Иудеям же Нужно пойти В Иерусалим У них выбор Или вернуться с ним Он их может потянуть с собой И они решают дороги Что мы делаем Мы возвращаемся с ним Он же идет домой И благодарим Иисуса Или мы все идем Все-таки спешим Куда спешим Статус получить Вернуть свою жизнь Мы летим в свои жизни Летим так Чтобы достигнуть чего-то А нужно остановиться Нужно остановиться И оглянуться И посмотреть на чудо Божье Которое он сделал Посмотреть Что он сделал в моей жизни Вернуться И сказать Богу спасибо Поблагодарить Бога Но они не хотят Потому что им важно Вернуться в семью И вернуться к своей жизни Лететь Лететь Они получили здоровье Они получили Полностью здоровье Но не получили Того что получил Этот самарянин Тогда Иисус В семнадцатый стих Задает три вопроса Иисус сказал Не десять ли очистились Где же девять Как они не возвратились Воздать славу Богу Кроме всего И на племенника Единственный человек Которого тоже тянуло домой Его можно понять Почему он возвратился Потому что он шел К себе домой Но он бы мог просто обойти И полететь туда побежать Сказать Иисус привет И побежал Но он шел И всю дорогу Славил Бога Он шел И пал перед ним Благодаря его Иисус три вопроса спрашивает А где же все Разве не всем Я дал благодать Разве не всем Я даю жизнь Бог спрашивает Разве не всем Я даю За что благодарить Он спрашивает А где все остальные И как мы с вами видим По статистике Большинство людей Недовольны в этой жизни Потому что не знают За что благодарить И Бог спрашивает Где вы все Где вы все Чтобы поблагодарить меня Где вы все Чтобы сказать мне Спасибо И Бог говорит Вот только 10% Из 10 Один человек Приходит И говорит спасибо Я очень хочу Чтоб мы все были с вами Стопроцентными Вот тем Одним человеком Чтобы мы с вами Все могли Благодарить Это очень важно Но что еще Получает этот человек Иисус идет Навстречу ему Самарянин Который Прославляет Бога Падает перед ним На колени Иисус ему Очень важную Вещь говорит 19 стих Сказал ему Встань Иди Вера твоя Спасла мить тебя Иди дальше В Самарию Там есть еще Женщина у колодца Помните Да То есть там Есть люди уже Которые В Иисуса верят И он говорит Иди Твоя вера Спасла тебя Ты теперь мой У тебя есть Отношения со мной Не только здоровье Мы можем Здоровье получать Бог благословляет Но иметь отношений С Богом Так и не получим Вот этих Отношений Встречи личной Он знал его Как кто Он знал его Как наставник Наставник помилуй меня Теперь он знает его Как своего Господа Удивительно Правда Насколько Вот это Развернуться Остановиться Не идти в Иерусалим Остановиться И решить Идти к Богу Сказать ему Благодарность И вот это Благодарность Сердца Этого человека Меняет И Бог его Меняет А те люди К сожалению Пошли Искать Восстанавливать Свою жизнь Восстанавливать Все то Что было разбито Я очень хотел бы Чтобы у нас Не было такого Что мы летим Мы восстанавливаем Мы хотим Чего-то достичь Ставить цели Как там говорили Сегодня Гимнастикой Заняться Я хотел бы Чтоб мы Останавливались Чтоб мы Останавливались И благодарили Бога За то Что Он Дал нам в жизни Оглянитесь Посмотрите По сторонам Вокруг себя У нас в церкви Появились люди Которые в этом году Приняли крещение Это благодать У нас появились Новые братья и сестры В церкви За этот год У нас много чего Произошло в церкви За этот год За что мы можем Благодарить его Постоянно благодарить У нас очень много Причин благодарить И за плохое И за хорошее Особенно если сравнивать Там где идут Войны Особенно там Где идут Притеснения Христиан То есть Быть вот этим Одним человеком То есть нужно нам Нужно нам с вами Останавливаться И на завершение Хочу прочитать Колоссянам Третья глава Павел пишет Вы знаете этот стих Колоссянам 3.17 И все Подчеркиваю Все что вы делаете Словом или делом Все делаете Во имя Господа Иисуса Христа Благодаря Через Него Бога и Отца Благодаря Постоянно благодаря Это очень важно Иметь Сердце Не то которое Мы с вами в начале читали Которое неблагодарное Которое недружелюбное Которое несмиренное А сердце которое Умеет благодарить Бога Останавливаться Обращаться назад И благодарить Бога Пускай нас Господь В этом сегодня благословит Благодарить Много благодарить Бога Не планы только строить А благодарить Его Аминь